Здравствуйте, коллеги, которые смотрят наш канал YouTube, канал Альтернативы. И я хочу специально подчеркнуть, что сегодняшняя лекция посвящена проблемам тотального рынка сетей, который стал господствующим в последние десятилетия и анатомию которого мы постараемся сегодня с вами рассмотреть, начав, правда, с того, что из себя представляет рынок как таковой. Это напоминание, поскольку многие из вас об этом хорошо знают из разных курсов, в том числе из курса политической экономии. Однако, я думаю, будет не лишним все-таки какие-то элементарные понятия снова ввести. Итак, рынок это, наверное, надо было бы здесь написать немножко по-другому, форма производственных отношений, которые марксисты обычно называют отношениями товарного производства. Но примем упрощенное определение. Рынок, система производственных отношений, включающая, прежде всего, обособленность производителей, которые обычно юридически оформляются как гарантия частной собственности в правовой форме с одной стороны и общественное разделение труда с другой стороны. Вот это противоречие обособленности производителей частного характера труда с одной стороны и общественного разделения труда, общественного характера труда с другой. Это противоречие является ключевым для рынка. Там, где есть это обособление, частный характер, есть рынок, но при условии общественного разделения труда. Снимите, уберите общественное разделение труда, и мы получим натуральное хозяйство, где каждый сам за себя, каждый частник, но этот частник сам произвел, сам урожай убрал, сам продукт съел, сам снова поле распахал, ну и так далее. Если мы, наоборот, оставляем общественное разделение труда, но убираем обособленность производителей, труд не является частным, то в этом случае мы получаем плановую экономику, где Госплан, столетие которого мы отметили недавно, устанавливает нормативы, затрат, устанавливает нормативы качества, устанавливает объемы производства продукции. Обособленности производителей нет, хотя общественное разделение труда есть. Вот в этом контрапункте противоречия обособленности и общественного разделения труда и вся тайна рынка. Это противоречия рынка, которые обеспечивают его жизнь, развитие, а с какого-то момента и закат. Соответственно, рынок, как таковой, становится системой, которая максимизирует производство вещей и ведущая к обществу потребления, на определенном этапе к обществу перепотребления, когда человечество выбрасывает треть того, что приобретает, покупает. Я подчеркиваю, не потребляет, а покупает. И значительная часть из этого оказывается мусором, включая продукты питания, при том, что еще одна треть человечества живет на грани нищеты, в бедности или просто в условиях нищеты и не имеет возможности нормального питания, не говоря уже о чем-то большем. Вот эти противоречия совершенно закономерно порождаются рыночной экономикой, которая на определенном этапе становится экономикой, где есть не только рынок вещей, но и рынок капиталов, с одной стороны, и рынок рабочей силы, наемный труд, с другой стороны. Итак, прогресс есть, есть технологический прогресс, но это прогресс, ориентированный на производство вещей. Рынок формирует определенный чип человека, и мы об этом будем говорить в последующих лекциях о специфическом человеке рынка и его модификациях сегодня, но общая характеристика рыночного актора, человека-рынка – это рациональный экономический эгоист. Он сам по себе, он именно эгоист, он обособлен, независим от других, ему ничего ни от кого не надо, и он никому ничего не должен. Вот когда заходит разговор о противоречиях современной экономике, я иногда спрашиваю на телевидении, на радио, где я периодически выступаю, спрашиваю коллег в прямом эфире, скажите, вы готовы были бы значительную часть своих ресурсов подарить кому-то, поделиться с ними, с вашими товарищами, с вашими коллегами, со служивцами, соседями? Обычный ответ – а почему я должен кому-то что-то давать? Вот это нормальный ответ рыночного актора, человека-эгоиста. Он максимизирует свой доход, денежный доход, количество вещей, то есть товаров, имеющих форму вещей, с одной стороны, минимизирует затраты, прежде всего затраты своего труда, свои собственные затраты. Это рациональный хомоэкономикус, это человек, которого формирует рынок. Безусловно, любой человек – это не только хомоэкономикус. Мы не только акторы рынка. Мы живем в семье, где мы с радостью делим всем, не только деньгами, но жизнью, здоровьем, временем. Мы с радостью отдаем своим родным, жене, ребенку, родителям, брату, сестре то, что у нас есть, это единое пространство. Хотя иногда рынок проникает и в семью, и в современных условиях детей в детском садике учат тому, что если ты папе дал 100 рублей, то через неделю папа должен получить 150, ты же дал ему взаймы, и нужен процент. А если ты мальчику в детском садике дал поиграть в игрушку, то обязательно возьми что-нибудь в залог. Вдруг он тебе ее не отдаст, и обговори условия сделки, с тем, что потом ты получишь не меньше возможности для того, чтобы поиграть в игрушку. Это не преувеличение, это урок финансовой грамотности, причем в самом начальном его виде для детского садика. Там сейчас сказки рассказывают про финансирование, инвестирование, так что это все не так просто. Однако, я еще раз подчеркну, человек рынка – это не только, точнее, человек сегодня – это не только человек рынка. Есть и другие пространства, где мы действуем не по рыночным законам. Когда мы живем и действуем как волонтеры, когда мы включаемся в пространство социального творчества, в профсоюзе, в экологическом движении, в местном самоуправлении, когда мы читаем книги или читаем лекции и дарим друг другу знания, вот это совершенно другое пространство, вот как наш факультатив. Для вас ничего особенного он не даст, кроме, надеюсь, знаний и каких-то интересных новых импульсов для работы, для жизнедеятельности, и для меня точно так же. Рынок рождает определенный тип идеологии, культуры и этики. Это протестантская этика, это идеология либерализма, и политического, и экономического либерализма, ну и определенный тип культуры, где денежная оценка произведения искусства является важнейшим критерием художественного достояния. Я ничего не утрирую. Посмотрите любопытный фильм, модернистый французский фильм о парижских художниках с самого начала XX века. Там в этом фильме есть прекрасная фраза одного из героев. Он говорит, что эта картина является величайшим произведением искусства просто потому, что я ее купил за сколько-то там, очень много тысяч франков. Что дальше, неважно. Раз я ее купил, все будут знать, что это великое произведение искусства, говорит миллионер. Это рыночная форма художественного творчества. Художественное творчество, безусловно, сегодня имеет не только рыночную форму, но в той мере, в какой рынок становится тотальным, а мы об этом сегодня говорим, в этой мере вот эти правила игры доминируют. Ну и политика. Здесь я хотел бы проговорить очень важный тезис и его подчеркнуть. Вот на следующем слайде, который вы видите, я специально выделил рынок неотождественной демократии. Принято считать, что именно рынок является основой демократии. В этом есть свои резоны. Действительно, развитая рыночная экономика с эгоистическим, рациональным эгоистом, эта экономика в качестве своей адекватной формы имеет буржуазную, либеральную, политическую демократию. Ну, во-первых, демократия бывает другой. Демократия – это власть народа. Демос – это народ, кратус – это власть. Власть народа. Власть народа может быть иной. Власть народа может базироваться на форме советов, она может базироваться на базисной демократии, так называемой демократии корней травы, grass root democracy. Она может быть прямой. Вот посмотрите на то, что сейчас происходит в Исландии, последние многие годы уже. Есть не только либеральная демократия, базирующаяся на рынке и частной собственности. Ну и еще один очень важный тезис – есть политические системы, базирующиеся на либеральной рыночной экономике с развитой частной собственностью, со слабым государственным регулированием, но при этом это политические формы, авторитарные или даже фашистские. Ну, например, такой формой была фашистская система во главе с диктатором Пиночетом, установленная в Чили в 70-е годы прошлого века. Поэтому это не единственный пример. В Латинской Америке их много, и в Азии они встречались, и много где еще. Обратите на это внимание. Еще один важный компонент, характеризующий понятие рынка. Рынок всегда предполагает наличие определенных правил игры, которые устанавливаются и охраняются государством. Принято считать, что рынок – это система, при которой осуществляются только рыночные транзакции, а в экономике не существует вне экономического присвоения, присвоения через насилие. Насилие в разных формах. Воровство, грабеж, обман, государственное насилие, война и так далее. Но любой из вас, выслушав эти слова, скажет, ну как же, Александр Владимирович, любой современный рынок полон грабежей и мошенничества. Фильм «Опетые мошенники» – это комедия, но на самом деле, безусловно, бесконечное количество судов, полицейских, адвокатов и прочих деятелей только тем и занимается, что преследуют различного рода нарушителей вот того правила, которое мне только что сказал. Отсутствие насилия в экономических отношениях и осуществления их исключительно посредством рыночных транзакций. Поэтому, на самом деле, реальный рынок – это всегда еще и воровство, грабежи, убийства ради денег, ради частной собственности, ради товаров. Это всегда войны. И особенно это касается рынка на современном этапе. Вот здесь я поставил бы восклицательный знак, такое нота Бене. Современный рынок, как никогда, впрочем, как всегда, но в то же время и как никогда, связан с насилием. И с насилием, которое осуществляется и в прямых формах войн, в прямых формах экспроприаций. Можете почитать работы Дэвида Харви, накопление через экспроприацию, dispossession в английском варианте, лишение собственности, по-русски, наверное, фиртилуческая экспроприация. Дэвид Харви – один из крупнейших эконом-географов и политэкономов Соединенных Штатов Америки. И это касается косвенных форм насилия, таких как манипулирование при помощи пиара, рекламы, политических махинаций, асфальтирование целых экономик, государства и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, не могу не процитировать знаменитую фразу из Нью-Йорк Таймс, подчеркиваю, Нью-Йорк Таймс 1999 года, о том, что невидимая рука рынка предполагает вполне видимый кулак вооруженных сил, в данном случае Соединенных Штатов Америки, но это могут быть вооруженные силы любой другой страны, которая может их использовать для решения своих экономических задач. А теперь давайте к тому, о чем мы будем говорить. Вообще говоря, современный рынок – это рынок не только товаров, это рынок новых денег, капитала, это система отношения воспроизводства весьма специфическая, распределение дохода и так далее. Но сегодня мы с вами будем говорить о рынке сетей и симулякров, хотя, впрочем, скорее всего, о симулякрах мы будем говорить уже в следующей лекции, и о том, что этот рынок предполагает новое качество товарного производства, новое качество товара, как вещи, производимые рынком. Все это происходит в пространстве, которое я уже для вас характеризовал. Это поздний капитализм. Вот видите, здесь не случайная карикатура. Прилетали всех стран, выручайте. Капитализм в опасности. Эта карикатура стала особенно популярной в период в 21 веке мирового финансово-экономического кризиса, когда частный бизнес, до этого кричавший «оставьте нас в покое, главная задача государства нам не мешать, рыночная экономика сама по себе создаст все стимулы развития» и так далее и тому подобное, в 2008 году раздался всеобщий вой и стон, «выньте деньги из бюджета и дайте деньги нам», – кричали частные собственники, «спасите нас, иначе мы разоримся», – кричали все от крупнейших корпораций, в первую очередь финансовых, и заканчивая малым бизнесом. Государство действительно вынуло огромные деньги из бюджета. По сути дела оно вынуло их из кармана налогоплательщика, рабочего, учителя, программиста, инженера, социального работника, врача и переложило в карман банкиров, владельцев инвестиционных фондов, пенсионных фондов, хедж-фондов и так далее, чтобы те не разорились. Ну как же без того, чтобы у них были миллиарды? Я только чуть-чуть утрирую, точнее даже не утрирую, просто саркастически формулирую действительную закономерность. Итак, вот в этот период окончательно и очень жестко проявилась закономерность. Капитализм 20-го и 21-го века – это поздний капитализм, который не может развиваться, не используя элементы будущих обществ, будущего общества, которое я назвал бы жестко, коммунистически. Жестко, потому что я хочу ставить точки на дым. Какие черты? В частности, некоторые регулирования экономики, причем не только со стороны государства, но и со стороны крупных корпораций. Вот об этом регулировании, а не просто рыночной конкуренции, мы будем говорить с вами, говоря о специфике тотального рынка. Итак, что происходит? Происходит некоторая трансформация рынка атомизированных, изолированных производителей в нечто другое. Он трансформируется в тотальный рынок сетей. Обратите внимание, на место обособленного контрагента – сеть. Нечто аморфное, не имеющее жесткой структуры, не имеющее четких границ и постоянно пульсирующее, изменяющее свою конфигурацию. Что-то в сеть включается, что-то из сети исчезает. И вот агентом рынка, актором рынка становится не человек, не предприятие, а некая неопределенная сеть. И вот эти сети вступают между собой в транзакции в отношении купли-продажи чего-то. Ну, по идее и даже без идеи, на самом деле товаров. Но товаров весьма специфических. Каких именно, мы будем говорить позже. Пока важно, что это сеть. Значит, эти сети контролируются корпорацией. То есть корпорация, во-первых, сама является сетью, поскольку современные корпорации – это сотни, иногда тысячи предприятий, которые постоянно входят в эту корпорацию, исчезают из этой корпорации. Какие-то предприятия работают на корпорацию частично, на аутсорсинге. Где-то используется лизинг. Эта корпорация работает, как правило, на основе кредитов. То есть часть того, что есть корпорация – это не корпорация, это деньги, взятые взаймы. Ведь капитал – это прежде всего деньги. Корпорация – это прежде всего деньги. Вот часть денег корпорации – это не деньги корпорации, а деньги, которые она получила взаймы. Часть оборудования корпорации – это не оборудование корпорации, это лизинг. Сегодня одно стало частью корпорации, работающей на нее, завтра перестало быть, стало третьей. Сегодня одно предприятие включилось в корпоративную сеть и работает на нее, завтра оно из нее вышло. Я уже не говорю о работниках, которые постоянно входят и исчезают из пространства корпорации и всего остального. То есть корпоративный капитал, он все время пульсирует и изменяется. И в этих изменениях участвуют десятки и сотни миллиардов долларов. Объемы годовых продаж и капитализации корпорации – это десятки и сотни миллиардов долларов. Участвуют сотни и тысячи различных предприятий и десятки и сотни тысяч различных индивидов до миллионов. Я не говорю даже о потребителях, я говорю о тех, кто работает на корпорации. Итак, это сеть. И более того, это сеть, которая контролирует очень широкий круг контрагентов. Тех, кто является поставщиками, субподрядчиками корпорации. И тех, кто является ее потребителями. Вот сеть потребителей, вот эти самые личности на веревочках подвешенных. Видите, там человечек на презентации, да, который дергает за нитки кукловод корпорации. Вот это корпоративная структура. Это сеть, которая контролируется корпорацией, но проблема в том, что сами корпорации тоже взаимодействуют друг с другом. И в ряде случаев из них образуется сеть сетей. То есть несколько корпораций, каждая из которых сеть, соединяются в еще одну, еще большую сеть. Извините, что-то я стал странно махать руками. Ну, один из простейших примеров, с которым все сталкивались. Вы, наверное, видели объединение такое SkyTeam, да, или OneWorld. Это объединение авиакомпаний международных, крупнейших. Аэрофлот, Air France, скажем, еще полдюжины, наверное, уже дюжина корпораций, которые входят в SkyTeam. У них единая система цен на билеты, у них единые рейсы во многих случаях, скоординированные правила, взаимная замена рейсов и много-много другого. Формально это конкурирующие между собой десяток корпораций. Реально это сеть сетей, которая контролирует определенный поток авиапассажиров. Такая же сеть сетей, OneWorld, если я не ошибаюсь, и еще, наверное, парочка таких сетей существует с центрами в Соединенных Штатах Америки. Может, чуть больше, но в целом их немного. И между ними, поверьте, тоже есть внутренние договоренности. Поэтому то, что выглядит как рыночная конкуренция, по сути дела, сегодня является феноменом, названным еще в прошлом веке кооперативным капитализмом. От слова кооперация, cooperation. Cooperative capitalism. Имеется в виду не кооперативы, колхозы или потребительские кооперативы. Имеется в виду кооперация между корпорациями, которые согласовывают свои действия. В результате возникает весьма специфический рынок. Ну и еще один дефис, в самом конце он упомянут. То, что тотальный рынок сегодня охватывает все сферы экономической жизни. Раз. И все сферы неэкономической жизни два. Два. Последнее особенно важно. Вот это два. То, что рынок сегодня распространяется не только на экономику, но и на остальные пространства. Я уже упомянул об этом, когда сказал о семье. Рынок распространяется в сферу искусства. Я тоже упомянул об этом. Рынок переходит в сферу образования. Где студент выбирает будущую специальность и пространство для обучения, исходя из рыночной конъюнктуры. Где в странах с отсутствующим бесплатным образованием, ну например, ну или слабо развитым бесплатным образованием, как например в США, студенты безумно закредитованы. Объемы кредитов студентов составляют триллионы, триллионы долларов. Чтобы понять триллион долларов, это объем валового продукта России. А там не один триллион долларов. Где преподавание строится во многом по рыночным критериям. И преподаватели работают уже не столько на творческий результат, сколько на денежный доход. Поскольку с ними заключается контракт исключительно на несколько курсов или на один курс, а не пожизненный найм, как это было раньше, с договором практически навсегда. Вот это все подчиняется рынку. И чем в большей степени человек, общественные отношения и так далее становятся товаром и капиталом, тем в большей степени рынок становится тотальным. Это существенный компонент существующей жизни. Вот здесь не видно было, но есть книга очень интересная, Эммануэля Костельса в трех томах о сетевой экономике. Пожалуйста, обратите на нее внимание. Она частично переведена на русский язык, но, правда, под названием, по-моему, информационная экономика почему-то. Вот этот рынок сетей можно сравнить с паутиной, в которую включены мы все. И в которой есть паук корпорации. Образ не самый красивый, но, тем не менее, я думаю, он адекватен реальности. Потому что каждый из нас оказывается объектом манипулирования со стороны корпорации, попадая вот в ту или в другую паутину. Где-то мы из паутины можем выбраться, где-то мы в ней запутываемся навсегда. Но если мы возьмем кредит, то, особенно ипотеку, мы запутаемся в этой паутине на лет 20-25. И, может быть, не выпутаемся никогда. Если мы берем кредит на автомобиль, все несколько проще. Если мы просто берем скидочную карту, мы уже немножко попадаем, отчасти пальчиком влипли в паутинку какой-то розничной торговой сети. Ну и так далее, и тому подобное. И это еще только самые очевидные и простые примеры сетевого манипулирования. На самом деле есть нечто гораздо более сложное. И вот здесь я бы скорее использовал образ магнита. Видите, вот две картинки слева вверху и справа внизу играющегося деятеля в цилиндре. Оставим пока в покое. Второй образ, который может прояснить вам эту ситуацию, это образ магнита и опилок, которые притягиваются к полюсам этого магнита. Но при этом магнитов может быть несколько, и они конкурируют между собой. Вот под столом магниты корпорации, создающие поля воздействия, влияния. А мы опилки, которые притягиваются той или другой корпорации. Ну, у нас есть выбор, скажем, включиться в корпоративную сеть потребителей, я не знаю, определенного типа оборудования. Ну, скажем, какой-то китайский агрегат купить или японский агрегат купить. Ну, может быть, немецкий агрегат купить. Я специально не называю корпорацией, а то меня как-то поругали за то, что я занимаюсь то ли рекламой, то ли антирекламой в Ютубе. Наши лекции, я думаю, будут выкладываться в Ютубе. Я надеюсь получить разрешение руководству факультет. Вот. Соответственно, что? Соответственно, мы получаем ситуацию вот таких образов, совокупность вот таких образов. А теперь давайте посмотрим на некоторые уже более строгие параметры. Значит, давайте посмотрим на эти крупнейшие корпорации, о которых я только что вел речь. Я говорю об обрабатывающей промышленности. Не банковский, не финансовый сектор, и даже не весь реальный сектор обрабатывающая промышленность США. Данные Олега Камолова, который, соответственно, использовал американскую статистику. Итак, доля крупнейших корпораций США с активами более 1 миллиарда долларов. Она поднимается до 90, ну чуть меньше, чем 90%. Представляете, что это такое? 0,3% корпораций, если говорить о численности, компаний. 0,3% компаний контролируют почти 90% объемов производства в обрабатывающей промышленности США. Можно посмотреть на финансовый сектор. Вот здесь данные представлены по крупнейшим банкам. Крупнейшая четверка и крупнейшая десятка банков. Вообще даже не какая-то совокупность корпораций, а всего несколько банков. Похожие данные были характерны для экономики позднего капитализма еще начала 20 века. Я вам искренне советую прочесть короткую и очень яркую брошюру Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Не удивляйтесь революционному пафосу, она была написана накануне нескольких социалистических революций. Одна в Российской империи произошла буквально через год. Понимаете, в 16-м году Ленин пишет империализм канун социалистической революции, в 17-м году происходит социалистическая революция. Потом в 18-м году происходит революция в Германии, потерпевшая поражение, в 19-м в Венгрии, потерпевшая поражение. В 19-м году на парламентских выборах побеждают красные в Испании. Но я вам эту историю, кажется, уже рассказывал, не буду повторяться. Поэтому читайте классиков и давайте посмотрим. О чем идет речь в данном случае, когда я вам рассказал про магниты, пауков и все остальное? Речь идет о механизмах корпоративно-монополистического манипулирования, которые подрывают вот эти механизмы манипулирования, так называемую свободу, независимость, обособленность. Это уже не так называемую, а реальную обособленность товаропроизводителей. Это реальная обособленность, их экономическая негативная свобода подрывается развитием корпоративного манипулирования. Этот механизм имеет определенное отражение в неоклассической экономической теории. Там ее обычно называют рыночной властью, вот эту систему подчинения одних акторов рынка другим акторам рынка, потребителям-производителям крупнейшим и так далее. В институционализме классическом есть разные термины. Вот Джон Кеннет Гилбрейт корпоративную подсистему экономики назвал плановой. В новом институционализме пишут о неравномерности переговорной силы, баггин и пауа. Но обратите на это внимание, в марктистской теории это обычно называют частичным полицентрическим регулированием экономики или неполной планомерностью. То есть планомерность есть, но она неполная, некоторые лишь фрагменты. Вот вместо планового центра, каким был Госплан в Советском Союзе, десятки корпораций, но не бесконечное количество, которые в локальных масштабах частично регулируют экономику. Ну и частично планируют экономику. Вот эта рыночная власть характеризует прочность положения доминирующей фирмы на рынке. И в частности то, что она способна действовать в качестве ценового лидера, это не значит, что она обязательно будет взвинчивать цену. Она может регулировать цену в зависимости от того, как именно складывается рыночная конъюнктура. Повышать ее, понижать ее, сопрягать с различным сервисом, манипулировать качеством, объемами. Очень сложный набор параметров, включая условия продажи продуктов. Эта фирма способна ограничивать доступ на рынок. Вы целую науку изучаете, так называемые отраслевые рынки, и проблемы входа на рынок, и возможности ограничения входа на рынок. Причем не только бюрократические, но и, прежде всего, со стороны крупных корпораций. Ну и важно то, что она получает устойчивые сверхприбыли. Вот здесь я хотел бы отметить очень важный момент. Крупнейшие корпорации, вот эти сетевые, они устроены необычным образом. Отражаемая в статистике прибыль, на самом деле, очень мало говорит о реальных результатах реализации сверхзадач этой корпорации. Я даже не стал это выносить в презентацию, но хочу сейчас подчеркнуть. Дело в том, что корпоративный капитал устроен достаточно сложно. И формально фиксируемая в отчетности прибыль – это лишь вершина айсберга, которая блестит на солнце. Подводная часть айсберга – это нечто другое. Во-первых, огромная часть реальных доходов… Да, наверное, надо сначала сказать, кто реально вот этот паук, точнее, кто является мозгом, который управляет этим пауком. Это не акционеры и даже не просто крупнейшие акционеры, это прежде всего инсайдеры. Те, кто реально содержит контроль за финансами, за кадрами, управлением, потоками ресурсов, ну и так далее. Да, прежде всего информация, информация, еще раз информация. Вот эти инсайдеры – это, как правило, постоянно меняющийся, теневой, невидимый блок топ-менеджеров и крупнейших акционеров. В ряде случаев это вообще, может быть, третье лицо, которое стоит в стороне от корпорации и контролирует какой-нибудь финансовый институт, который контролирует корпорацию. А корпорации, на самом деле, хозяина нет. Есть совет директоров, есть президент, есть председатель, там, генеральный директор, еще кто-нибудь. А реально контролирует ее некая теневая личность, которая контролирует финансовую структуру, которая контролирует эту корпорацию. Ну, в каких-то условиях это может быть кто угодно. Это может быть государство, точнее, государственный чиновник какой-нибудь или их совокупность, клан какой-нибудь государственный. Это может быть криминальный клан. Ну, для России, скажем, 90-х годов, не будем говорить по современности, для России 90-х годов это было очень типичной ситуацией, когда криминальный авторитет реально контролировал целые корпорации. Они тогда еще были маленькими, наивными и находились часто под таким контролем. В любом случае, корпорация контролируется вот этими инсайдерами. И эти инсайдеры реально получают, во-первых, экономическую политическую власть, я подчеркиваю, экономическую политическую власть. Во-вторых, они получают реальное богатство, которое формально может нигде не фиксироваться. И в-третьих, они получают возможность личного обогащения, доход. Богатство и доход не совсем одно и то же, да? Вы это легко понимаете, то есть хорошо понимаете. Вот эти лица получают различные формы присвоения, то есть обладают различными каналами присвоения богатства и получения дохода. В частности, определенная часть издержек корпорации является реально не издержками, а доходом инсайдеров. Ну, то, что видно на поверхности, хотя они всегда фиксируются, это различные ресурсы корпорации, используемые топ-менеджментом. Представительские расходы, ресурсы для обучения на каких-нибудь островах с персоналом, секретаршами, секретарями, родственниками и так далее и тому подобное, это просто мелочи. То, что у инсайдеров, будь то акционеры, директора, другие топ-менеджеры, все машины государственные, их обслуживание государственные, самолеты, только государственные, ведь, говорю по Фрейду, корпоративные, и это исключительно расходы на управление, самолеты корпоративные, расходы на управление, дома корпоративные, расходы на управление, банкеты корпоративные, расходы на представительские мероприятия и так далее. Но это мелочи. На самом деле гораздо важнее то, что вокруг корпорации может быть, особенно в России это характерно, очень широкий круг связанных с сетью других акторов, которые контролируются инсайдером. И этот инсайдер во многих случаях обеспечивает обогащение связанных с корпорацией других акторов, скажем, какой-нибудь подставной фирмы, торговой фирмы, финансовой фирмы или иного посредника, куда по заниженной цене продается продукция корпорации. В результате этот топ-менеджер не получает премии, он сделал невыгодную операцию, крупную сделку провел, невыгодную для корпорации, его лишают премии, бонуса, но деньги достаются дочерней фирме, где его родственник компенсирует ему все это с лихвой. Может быть отношения, они широко распространены, прямой коррупцией. Коррупция это не только для государственных чиновников, корпоративные чиновники тоже подвержены коррупции, это одно из важнейших компонентов. Ну и наконец то, что, вот я расскажу про сверхприбыль и власть корпорации, то, что любая корпорация обладает так называемой, как называется, службой безопасности, это по сути механизм волевого воздействия на контрагентов и пресечения внутренних, нарушения внутренних правил. Давайте скажем корректно, да? То есть корпорация сегодня для малипулирования использует прямые волевые методы воздействия. Служба безопасности это секретная тайная полиция вкупе с небольшой армией, которая действует особенно на рынках третьих стран весьма активно, в ряд случаев привлекает для этого частные военные компании и даже государственные ресурсы через лобби в государственном аппарате. Ну и естественно надо не забыть про то, что одним из компонентов рыночной власти является лобби в государственных структурах. И если советские учебники по государственно-монополистическому капитализму подробно и в деталях описывали механизмы сращивания государства и частных корпораций, то сегодня в учебниках по микроэкономике и отраслевым рынкам вы подробного анализа этих механизмов не увидите, что не случайно. Чуть подробнее, значит, bargaining power, переговорная сила, способность одной из страны переговоров, одного из игроков оказывать давление на другую сторону, ну в данном случае говорят о компромиссе с положительным результатом. Ну, эта переговорная сила может зависеть от чего угодно, начиная от технологических преимуществ и заканчивая прямым подкупом, шантажом или насильственным давлением при помощи вот той самой службы безопасности, о которой я только что говорил, или использования унии в государственном аппарате, существует масса таких возможностей. Ну и дальше при неравной переговорной силе, естественно, сделка будет носить неправомерный с точки зрения формального рынка характер. Ну, вот здесь цитаты из «Крестного отца», они случайно использованы. Как вы знаете, это один из лучших фильмов про мафию, где не так много бьют друг другу физиономией и стреляют, как показана анатомия вот этой деятельности с неравной переговорной силой. Я ему сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться. Вот этот классический пример, который вы, наверное, не расслышали. Ну вот дальше, наверное, надо было бы мне рассказать про то, что мы переходим к рынку симулякров, и я, пожалуй, только анонсирую этот сюжет. Итак, мы работаем в рамках рынка, который создавал, то есть традиционный рынок – это рынок, на котором создавались вещи. Эти вещи обладали стоимостью и потребительной стоимостью, полезностью для другого. Вы производили автомобиль, вкусную булочку, станок и то, и другое, и третье было потребительной стоимостью, предназначенной для покупателя. Сегодняшний рынок – это создание непотребительной стоимости, которая обладает реальной полезностью, это создание знака потребительной стоимости, который обладает симулятивной полезностью. Ещё раз, да? Создаётся не вещь, а знак вещи, и он удовлетворяет не реальную потребность, а симулятивную потребность. Для того, чтобы создать симулятивную потребность, точнее так, для того, чтобы возникла симулятивная потребность, её надо создать. Я расскажу о том, что сегодняшние корпорации – это акторы, которые, во-первых, учитывают потребности, и, во-вторых, формируют потребности. Это очень важно. Учёт потребностей происходит при помощи как современных информационных технологий, так и более простыми методами. Давайте воспользуемся новейшими данными о новейших технологиях. Прежде всего, это big data. И информация, которая поступает из различных источников, от различных носителей информации, и через социальные сети. Это тоже носители информации. В частности, обычная банковская карта даёт огромный информационный массив о том, как вы осуществляете потребление и какие у вас есть потребности. Алгоритмизация ваших покупок и анализ, затем обобщение и алгоритмизация этого процесса позволяет показать, как вы потребляли, потребляете и будете потреблять в ближайшей исторической перспективе с очень большой точностью. Добавление к этому дисконтных карт позволяет показать, где вы будете потреблять и как именно вы будете потреблять, вплоть до чистоты покупок и всяких деталей, если говорить о розничной торговле. Но если мы говорим не о розничной торговле, а о больших процессах, то там это, естественно, становится ещё более возможным. Хотя существуют закрытые данные, но, с другой стороны, существуют хакеры. В общем, дальше всё понятно. Ещё один источник информации – это различного рода дисконтные карты, если говорить о конечных потребителях. Социальные сети. Достаточно, скажем, отследить чистоту употребления в социальных сетях дискуссии по проблемам насморка, чтобы понять, что в данном подпространстве мировой экономики образовалась масса людей с простудой, и для фармацевтических корпораций это хороший знак о том, как надо устроить организацию продаж. Если эти данные обобщить по разным пространствам, типам поселений, типам потребителей и заряд лет, то мы получим достаточно чёткую картинку о потребностях населения с географической, социальной, возрастной, национальной и культурной дифференциацией. Иными словами, составить портрет на потребителя или другого контрагента корпорации сети в современных условиях становится не так сложно. Сеть получает информационное представление. То есть в информационном пространстве сеть отражается, как в зеркале. Это зеркало немножко что-то искривляет, но чем дальше, тем больше становится адекватно. Кстати, это хорошая предпосылка для планомерности, о чём я рассказываю в рамках межфакультетского курса, в котором вы, правда, не участвуете, поэтому не буду на него ссылаться. Другая сторона медали – это формирование потребностей. Вот вся деятельность по маркетингу, включая рекламу и различный набор различных других действий. Вся деятельность по пиару, в том числе созданию имиджа корпорации. Все эти действия в совокупности призваны сформировать у потребителя или у поставщика определенный образ и определенную потребность. В данном случае давайте говорить о потребителе. Спрос. Если раньше, точнее в абстрактной модели рынка, потребитель формировал предложение, спрос формировал предложение, платежеспособный спрос, давайте уточним еще раз, платежеспособный спрос формировал предложение, то в современных условиях крупнейшие корпорации формируют спрос, направляя деньги потребителя, покупателя в данном случае, в определенные русла и обеспечивая приобретение определенных товаров. Иными словами, еще до того, как мы переходим к тематике знаков, мы получаем экономику, в которой крупнейшие корпорации и сети принуждают нас, хотя и косвенно, осуществлять определенный тип покупок, учитывая и формируя наш платежеспособный спрос на основе формирования наших потребностей. Подчеркну, здесь есть конкуренция, то есть несколько корпораций борются за то, чтобы сформировать у нас потребность в продукте именно данной корпорации, а не какой-то другой. Надо любой ценой добиться, чтобы богатенький Буратино хотел купить Мерседес, а не БМВ, или какую-то там Тойоту, я не знаю, какая Тойота по классу, аналогично хорошему Мерседесу или БМВ. Надо добиться того, чтобы бедный потребитель, студент, ну как, относительно бедный, да, студент, покупал в буфете не пепси-колу, а кока-колу, или наоборот, не кока-колу, а пепси-колу. Ну или различные производные этих двух крупнейших корпораций. И так далее, и тому подобное. Но при этом и та, и другая корпорация внушает вам, что если вы не выпьете этот напиток, то к вам никогда не придет праздник. Помните, это праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник, и без грузовика, и с цистернами кока-колы, Нового года и Рождества быть не может. Но с другой стороны, если вы не выпьете другой раствор ортофосфорной кислоты с сожженным сахаром, то вы никогда не станете поколением пепси. Вы всегда останетесь поколением, я не знаю, чего-нибудь, добротимы какой-нибудь. Ни один порядочный молодой человек не подружится с этой девушкой, ни одна порядочная девушка не подойдет к мужчине, то есть молодому человеку, который не принадлежит к поколению пепси. Я немножко шучу, время позднее, я уже часто читаю почти лекцию, поэтому можно сделать маленькую разрядку, но суть понятна. Если хотите посмотреть, как работает этот механизм, прочитайте книжку 99 франков, тогда еще не было евро во Франции, Бугельберг, как-то вот так, какая-то совершенно невыговариваемая французская фамилия писателя, то если вы наберете в интернете 99 франков, вы поймете, как талантливого дизайнера, художника, поэта превращают в делателя рекламы. Как именно все это происходит и как она ориентирована на манипулирование человеком. Реклама – это только маленькая часть манипулирования потребителем. А манипулирование потребителем – это маленькая часть корпоративного манипулирования. Основное манипулирование распространяется на взаимодействие с крупными контрагентами, финансовыми институтами, или наоборот, манипулирование со стороны финансовых институтов, промышленными корпорациями, ну и так далее. Давайте, наверное, к рынку симулякров я его только анонсирую, а потом подытожу то, что мы сказали. Итак, а вот современный рынок, это когда вам навязывают даже не товар, там, скажем, Мерседес, все-таки хорошая машина, да, я в них ничего не понимаю, но говорят хорошая. BMW тоже говорят хорошая машина, лучше, чем Volga, да, которую когда-то производили, перестали производить. А, как говорится, навязывают знак, этикетку. Ну, самый смешной вариант, это когда вы на какой-нибудь ВАЗ-2110 приворачиваете кругляшок со звездочкой и думаете, что от этого все стало шикарно. Но это смешно. А вот не смешно, когда вы покупаете платье, которым пришита на подкладке маленькая бирочка, Шанель. И я абсолютно уверена, что это платье действительно стоит там пару-тройку тысяч долларов, и вы в нем совершенно неотразимы. Если говорить про барышень, ну, или мужчина покупает костюм Хьюго Босс, или вот тут что-нибудь написано на полувере, я не знаю, этот полувер уже стоит не 10 долларов или там 20, а, говорит, 100, 200, а может быть и 2000, если там правильная, говорит, маленькая эмблемка. Почему? Зачем вы покупаете этот знак? Так мы переходим к политэкономии, сбрендившей экономики, к теоретическому анализу, сбрендившей экономики. Но это анонс. Я им заниматься не буду. Сейчас давайте провернем все к началу и еще разочек посмотрим. Я вам сегодня рассказал про поздний капитализм, где возникает не только рынок, но и планомерный учет, контроль, регулирование экономики, который осуществляется не только государством, но и корпорациями. Мы зафиксировали, что тотальный рынок сетей, рынок становится не рынком атомизированных, обособленных конкретных акторов, а рынком сетей, которые прорастают друг в друга и локально контролируют и регулируют весь объем остальных контрагентов рыночной экономики. Этот рынок охватывает все сферы экономики, а не только производство и потребление в узком смысле слова. Его можно сравнить с властью магнитов, которые притягивают, включают в свое поле остальных контрагентов. Вот эти опилочки металлические, но таких магнитов много, они борются между собой за влияние на потребителя. Это все проявляется в конкретной концентрации производства и капитала, когда под 90% производства в обрабатывающей промышленности США контролируют миллиардные крупнейшие корпорации. С банками ситуация еще более наглядная, 10 банков контролируют до половины финансового сектора. Этот механизм имеет разные имена. В неоклассике это рыночная власть, в институционализме классическом плановая система, в новом институционализме переговорная сила, в марксизме неполная планомерность, полицентрическое частичное регулирование экономики. Дальше я немножко рассказывал про эти детали и закончил анонсом рынка симуляторов.